Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». И тема сегодняшней передачи – это обслуживание дорог города Якутска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главным обслуживателем дорог города Якутска является национальное общество «Якутдорстрой», где учредителем является муниципалитет города Якутска. И сегодня мы поговорим на эту тему с заместителем руководителя службы эксплуатации городского хозяйства, городского округа, город Якутск, Светлана Чусовской. А как вы работаете с «Якутдорстрой»? На практике это происходит так, что у нас «Якутдорстрой» как получатель, как получатель субсидии, он, значит, устраивает план графики. У нас есть определенный план графики, которые подписывают, согласовываются нами, утверждаются «Якутдорстроем», то есть какие виды работ мы должны сделать. Например, то же гранирование по дням, то есть месяц, каждый месяц, перед каждым месяцем мы составляем этот план график. То есть на июнь месяц, вот сейчас мы утвердили его, и по этому план графику мы идем. Например, гранирование грунтовых дорог с такой-то периодичностью, какие должны улицы все прописываются обязательно, даты, и периодичность выхода техники, и сколько техники там. Там есть, конечно, такие сноски, как погодные условия, как предписание надзорных органов, такое тоже у нас есть. То есть вот такие нюансы есть, и вносятся в этот план график корректировки. То есть это уже по факту исполнения. Как только этот план график проходит, ну месяц проходит, «Якутдорстроем» показывает нам свои затраты в отчетной документации, что было выполнено за этот период. И мы начинаем проверять этот документарь, соответствует ли действительность. Там не только сама документация, там и, конечно же, фотоотчеты. То есть вообще большой список того, что они должны нам предоставить и доказать свои затраты. Это вот оттуда появилась вот эта цифра, вот этой зимой по вывозу снега, да, 800 тысяч кубов. Да. Здесь я хотела бы все-таки пояснить, да, у нас получается, что «Якутдорстрой» убирает с улично-дорожной сети. У нас еще вывозят территориальные органы направления, то есть дворовых территорий, там управляющие компании вывозят. То есть это все в общей, в общем, скажем, в общей кубовке, это 800 тысяч, да, то что во всем городе, но это на самом деле такой исторический момент, первый раз такой вот. Сколько километров дорог, да, у «Якутдорстрой»? Мы сейчас на сегодняшний день обслуживаем, вот конкретно, да, служба эксплуатации городского хозяйства, обслуживаем 319 километров дорог. Туда входят не только дороги города, но и дороги пригородов, которые прошли, например, по безопасным качественным дорогам, по НАСПроекту, которые автобусные маршруты имеют. То есть туда входят все пригороды наши, это «Табага», «Хатас», «Тулагина», «Кильдянцы», до «Кангалас» мы доходим, от «Кангалас» в «Паги», плюс «Маган» еще наш тоже, частично. То есть такие внутриквартальные проезды сейчас, да, сейчас их содержит территориально. То есть и сколько, сколько вот примерно километров «Якутдорстрой»? 319. Вот эти 319, да? 319 конкретного «Якутдорстроя». Если брать общую цифру дорог вообще в городе, да, у нас, значит, на сегодня вот распоряжением управления транспортом и дорожного хозяйства уже установлено, что там более 500 километров. Это очень большая цифра. Если соизмерять, например, на виды работ, то есть как мы понимаем, да, километр дороги. Километр дороги, понятно, даже на примере, один километр, но он имеет либо четыре полосы, либо две полосы, то есть это надо туда обратно пройти. То есть это тоже такой большой объем работы, который необходимо выполнить не единожды, не только в один километр туда пройти, да. То есть это такой периодичный проход, где нужно как раз-таки видеть, в какой категории дорога. Если это, например, пятой категории, да, то это понятно, что это грунтовые дороги, то там отдельно виды работ происходят. То есть мы туда должны выйти с грядированием, с поливом в летнее время, да, обеспыливание проводить. А по асфальтовым дорогам мы должны прибордюрную часть убрать. То есть, ну, такие есть моменты. А так 319 километров дорог. Я так понял, что в условиях именно города Якутска, именно Якутии, да, есть много особенностей от других городов, я так понимаю. Пыль постоянно, ее надо постоянно убирать, и это большая затратная часть, да, я правильно понимаю? Да. Видно визуально, да, то есть мы все равно фиксируем, качественно, некачественно, все ли вывезли. Потом смотрим на периодичность. То есть, например, если где-то один раз достаточно пройти, той же спецтехникой Скандия, да, которая сейчас у нас, пылесосы ходят по городу, вот, если где-то достаточно одной, один раз пройти, то, например, на каких-то участках дороги, где больше было скопления песка или инертных материалов любых, там нужно будет два раза пройти. То есть мы все фиксируем, выезжаем, то есть у нас есть специалисты, которые выезжают ежедневно, и все это дело фиксируют, обязательно актируют. Где-то, я говорю еще раз, вот, качественно, где-то, ну, где-то уже вот прошли и хорошо прошли, то есть мы это все равно фиксируемся. Как мы все знаем, в зимнее время у нас ведется активная подсыпка уличной дорожной сети. В этом году мы первый раз применили отсев мелкого дробления для, вот, именно подсыпки, для безопасности дорожного движения. После полной оттайки, вот, мы первоочередно приступаем к уборке прибордированной части вручную. То есть мы убираем весь пыль, смет, остатки, вот, щебнях, села, которые мы подсыпали. Это превентивные меры. После полной очистки мы уже будем запускать на скандии наши бродвее подметально-уборочные машины для очистки прибордированной части дорог, заездов, автостановок и всего остального. Неужели якут-дурстроющий занимается и откачкой вод, правильно? Содержание лотков. И лотки, я их с точными канавами называю, на самом деле это лотки, да? Да, это лотки. Лотки вообще, на сегодня у нас 56 километров лотков в городе. Это с естественным путем ухода воды. Вот, плюс из них у нас есть как грунтовые, да, вот канавы, наверное, видели, где сейчас это необходимо, прямо грунтовые канавы. Есть насосные станции, это принудительные. И мотопомпы, естественно. То есть помпы ставим, где перекачка должна быть, то есть из лотка в лоток или из лотка куда-то дальше ее пропустить, эту воду, в горканал, например. Поэтому у нас есть и принудительные, и естественные лотки, да, и этим занимается и кудрстрой. Ну, дороги, как мы видим, на данном участке дорога новая была введена в эксплуатацию в прошлом году. В принципе, здесь нет ничего сложного, главное вовремя очищать и увозить прибордюрную часть, очищать тротуары, проводить мероприятия по пропуску талах, вот. Как мы видим, полностью улица была оборудована водоотводными лотками, построены новые лотки. И мы проводим весь комплекс мероприятий, допустим, на данной улице. Очищаем, пропариваем, вывозим, подметаем. Лотки новые, без грязи, без мусора, без ничего. Эту улицу мы прошли, пропарили переходы буквально за пару дней и полностью обеспечили пропуск талах, вот на данном участке. Что касается откачки, оттайки дороги на дорогах, вот этим занимается жилком сервис. Мы просто, мы только занимаемся электронасосными станциями и водоотводными лотками. С проезжей части мы воду не откачиваем. Ну, с начала летнего периода у нас уже порядка 3,5 тысяч кубометров вывезено смета, песка и отсева, стоимость дорожной сети. Это порядка 2,5 тысяч отсева, которую мы подсыпали зимой, и порядка тысячи кубов песка. Да, в этом году очень сильно заметно, что песка становится на дорогах меньше, в основном лежит вот этот отсев, который мы подсыпали. Но мы проводим, усиливаемся, проводим весь комплекс мероприятий, чтобы побыстрее его вывести с улицы дорожной сети и очистить город. Сегодня очень много говорят и в мэрии города Якутска, и в СМИ о ямочном ремонте. Он действительно начался раньше предыдущих. Это тоже работа Якутдорстроя? Да, в этом году на самом деле очень рано начали, и в рекордные сроки охватили объем до 31 мая у нас была поставлена задача, и мы на самом деле почти 16 тысяч квадратных метров, но никогда такого тоже не было. Это большой объем, но здесь я хотела бы пояснить, почему такой большой объем охвачен, потому что в этом году Якутдорстрой привлек еще 4 дополнительных подрядчика, которые работают на безопасных качественных дорогах. Какой по плану объем за лето сделать? Вообще по плану объем почти 22 тысячи квадратных метров, это сейчас мы фактически проездили, просчитали, промерили, предварительные такие у нас данные есть, составили реестр улиц, где требуется. Вот, то есть сейчас вот сколько процентов получается, 16 тысяч из них мы прошли. Остальную часть мы сейчас начинаем планово, планово сейчас идем, 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 где совсем аховая ситуация, конечно, это в первую очередь. Всем же интересно, когда же им дорогу сделают, да? Мы привлекаем еще управы, территориальные органы управления, например, чтобы они в своих округах, они же больше знают, ну в любом случае на своих... Ну как хозяева выступают. Как хозяева своего округа, да, они больше знают, поэтому мы их тоже привлекаем, чтобы охватить больше вообще масштабно город и зафиксировать, где самые проблемные участки. Ну вообще все проблемные участки фиксируем. В каждом территориальном округе есть, например, график, мы им отправляем, когда мы выходим туда, на какую улицу. Уважаемые жители города, да, если вас интересует проблема на дороге, да, лучше всего обращаться в управление городского округа, своего, у нас их 8. И там должны знать, когда будут делать ту или иную дорогу. Они, оказывается, могут это делать достаточно быстро по своей технологии кунтурстроек. За 2-3 дня сделали дежнё. Меня что удивило, у них новая технология, ну она старая, отработанная. Продолжение следует... Такой опыт в нашем городе есть еще у кого-нибудь такой кунтурстроек по обслуживанию дорог? Нет, такой базы техники, такой базы рабочей силы, да, скажем, такой масштабной. Ну нет, здесь у нас нет такого, с кем бы они могли сравниться вот в таких объемах. Поэтому я здесь скажу, что это самое, одно из опытных, не одно, оно единственное опытное предприятие, которое может содержать дороги в город. На сегодня, по крайней мере на сегодня, да. Субтитры делал DimaTorzok